В котором будут ставиться лаги на обязочные вот эти бутболки. Не хочу уходить вверх, просто это такой, можно сказать, должен быть обольный. Доброе утро, дорогие подписчики, так как вы видите у нас здесь стоит палатка. Мы решили все-таки ночевать в палатке, чтобы не тратить время на логистику. С Питера всегда трудно выезжать и не хочется это делать туда-сюда. Вот, мы приступили наш импровизированный стол, завтрак, тут Женя делает наш рукомойник уже, тоже с ума сходит немножко, ну не немножко, это правильная вещь, так что вот сейчас мы его сюда здесь прибабахаем, умоемся, приготовим завтрак и вперед работать, так что и вам всем хорошего дня. Раз, все, готово. Телее возвращение скажет. Ха-ха-ха. Кипятятся наши яйки. Пока у нас осталось время обработан доску еще антисептиком. Купили мы Сениш, белорусский хороший бренд, как рекламирует один знаменитый блогер. Наш дом у озера посмотрел, говорит, все выводит, хорошо справляется с помощью вот этого агрегата сейчас быстро обработаем то, что у нас получилось. Вот сейчас при свете дня можно вам показать. Вот что мы успели сбить. Доску успели сшить. То есть тянули то, что у нас выгибы были. Тут чуть-чуть осталось с рубанком, можно где-то подработать, доделать. Но так в целом вроде бы как получилось ничего. Вчера также отработали уровни наши, подкладки эти положили с помощью лазерного уровня, как вы видели там. Мы поотрабатывали все. Так что я думаю, будет хороший уровень. Можно сейчас будет делать нашу платформу и будем потом выводить стены. Еще утеплитель сегодня должен приехать и сердце, как грозунов. Мы все это сделаем, так что работаем. Наш завтрак уже докипает от нашей яйки. Так что кушаем и работаем. Так, вчера вот лазером мы проверяли, стреляли. Тут у нас вот немножко появился горбыль такой. Сейчас пузо это, сейчас рубанка мы это стянем. Райные точки представляете? Угу. Угу. Целый сантим получился. Настя с той стороны тоже сантим. Пусти нормально. Пусти нормально. Пусти нормально. пока вот стянули саморезами это все дело еще пройдем гвоздями в торце мы так тоже по два по два самореза возле 150 килограмм или сейчас это тоже объем все от стороны каждый вот эти вот про стреляем еще гвоздями ну и всю доску еще шагом 300 в шахматном порядке наверно пойдем ся а так в целом у нас все чики-пики а и а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы будем набивать сотки, на которых будет подпорка для наших лак. Я не буду классический делать, обвязочный брус, по которому будут ставиться лаги на обвязочные. Не хочу уходить вверх, просто это такой, можно сказать, должен быть модульный. И габариты его хотелось бы поменьше сделать. Так что мы будем мучиться сейчас наши лаги с подрезками. Сейчас чуть-чуть надо будет помочь. Но это не так много работы, так что мы дальше продолжаем работать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже нужно... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Так вот, наши подпорки под лаги, под лаги мы набились. Сейчас будем нарезать лаги с помощью шаблона. Лаги мы-то нарежем, но у нас из-за того, что, как я уже говорил, что я делаю нестандартно, то есть не по обвязочному брусу делаю, а обвязочную доску и лаги ставлю сверху, и будет большое пространство, где можно спокойно подшить мембрану нашу и уложить сетку от грызунов. А сейчас это надо будет делать в такой взю, взю пропорции. Я не знаю, это сейчас мы будем рамы еще приподнимать, наверное, домкратами. То есть будут целые эпопеи, я не знаю. Вот здесь мы нажили себе чуть-чуть это... Трудности. Ну, смотрите, наверное, мы с ними справимся вдвоем. Может, тут еще у кого-то их помощи попросим. Но раму мы точно будем приподнимать, чтобы у нас была возможность подлезть под нее. Но, как я скажу, видите, это не самый лучший вариант и не самый простой. Но мы будем пока делать именно так. Так что делаем лаги. Вот что по итогу мы должны получить на выходе. Здание будет построено в классическом американском стиле каркасного домостроения. Но про это расскажу позже. Сейчас главная цель – сбить домик, а терраса останется или на этот год, или на следующий. А конкретно сегодня мы займемся платформой. Будем подрезать и сбивать лаги, устанавливая их на опорный брус. Для этого лаги надо выполнить с подрезкой, так как я не хочу использовать металлические уголки. Да и цена на них сейчас кусючая. Лаги приняты сечением 50 на 200. Такое сечение лаги для пролетов 3 метра хорошо справляется с пружинистостью доски. Утеплитель, соответственно, также принят толщиной 200 миллиметров. А вот в зоне санузла лаги предполагаются высотой 150 миллиметров. Это потому, что там будет стяжка с теплым полом высотой 80 миллиметров. Ну что, приступим к дальнейшей работе по платформе. Под рукой. Вот такую фигню придумали. Суть та же самая. Направлять. Просто упрощай жизнь. И по угольнику херачим. Так, проверяем. Амуден нам. И по угольнику херачим. Может, второй тогда? Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посередине как-то, посередине, тем проще будет с боков заходить, на самом деле, сейчас вытягиваем на меня, да, ты центруйте 15 сантиметров, сколько там. Планов было много на сегодня, но успели пробить только две полосы мембраны, а сейчас мы пошли готовить ужин и набираться сил, до скорых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok